Самая быстрая премьера минувшей недели – это трековый гиперкар Bugatti Bolid. На его фоне совершенно теряется глубокая модернизация компактного кроссовера Jaguar e-Pace. Тем временем итальянцы добавили четвертую дверь трехдверному Fiat 500, а Tesla готовит очередной и теперь уже полноценный автопилот. Но массовую электрификацию в России, похоже, начнет не Tesla, а корейцы. В следующем году нам представят электрический суббренд Hyundai Ioniq, а в ближайшее время к дилерам попадет флагманский кроссовер Hyundai Palisade. Mazda приостановила продажи матрешки, а взамен привезет нам компактный паркетник CX-30. Skoda рассекретила полный прайс-лист новой Octavie, а Gazelle получила долгожданную шестиступенчатую коробку передач и новый турбодизель. Формула-1 впервые за 25 лет вернулась в Португалию. Одна из редких в чемпионате трасс, построенная не Германом Тильке, порадовала интересной конфигурацией и красотой окрестностей, но огорчила скользким свежим асфальтом. К тому же в начале гонки заморосил дождь, в итоге машины отчаянно скользили, шины плохо прогревались, а командам пришлось настраивать болиды на максимальную прижимную силу. Выиграл сложную гонку Льюис Хэмилтон. Это его 92-я победа, а значит, британец превзошел рекорд Михаэля Шумахера. Валтери Ботто стал вторым, так что судьба Кубка Конструкторов почти решена. Макс Ферстаппин финишировал третьим, Шарль Леклер — четвертым. Наш Даниил Квят, схлопотавший пятисекундный штраф, девятнадцатый и последний. Суточная гонка на бельгийском автодроме СПА Франкаршам стала настоящей жемчужиной чемпионата по гонкам на выносливость. Закончилась она победой Ника Тенди, Эрла Бамбера и Лауренса Вантора на Порше 911. Но участвовали в марафоне и четыре пилота из России, притом двое имели шансы на призы. Экипаж команды СМП Рейсинг на Феррари F488, которую пилотировали Сергей Сироткин, Мигель Малина и Давида Ригон, незадолго до финиша шел третьим. Но тут Мигеля Малину вытолкнул с трассы соперник. Из-за повреждений экипаж СМП Рейсинг был вынужден сойти, и в итоговом протоколе он расположился только на девятнадцатой строчке. Экипаж команды АККО, в состав которого входил казанец Тимур Богуславский, вообще долго лидировал, однако сошел гораздо раньше своих земляков. Впрочем, по итогам гонки Тимур сохранил лидерство в общем зачете, и это обостряет интригу перед финалом. Бугатти взяла за основу шасси и двигатель своей единственной модели Широн и создала трековый суперкар под названием Болид. Его квадро-турбомотор на спортивном топливе выдает почти две тысячи сил, что при сухой массе на уровне тонны с четвертью наделяет машину просто ураганной динамикой. Характеристики таковы. До сотни полноприводный уникум выстреливает за две секунды, а через 12 секунд спидометр должен показывать уже 400 км в час. 20 секунд болиду хватает, чтобы достичь отметки 500 км в час. Правда, все эти показатели достигнуты расчетным путем, а реальные замеры еще впереди. От стандартного Широна дерзкая новинка отличается полностью оригинальным кузовом из углепластика. У последнего минимум деталей, а также максимально проработанная аэродинамика. Из других особенностей перечислим огромные колеса с центральной гайкой и тормозные механизмы с керамическими суппортами. Увидев этот шедевр, многие толстосумы наверняка захотели внести предоплату. Но это невозможно. У Бугати сейчас сложные времена, так что болид может навсегда остаться концептом. Но если проекту повезет, и в Альзаковском Мальсайме соберут пару-тройку таких машин, каждая из них будет стоить не меньше 10 миллионов евро. Компактный кроссовер Jaguar e-Pace пережил масштабное обновление. Главной новостью стала смена платформы, которую уже примерили родственные Land Rover Discovery Sport и Range Rover Evoque. Внешность изменилась точечно. Рестайлинг ограничился заменой бамперов и решетки, а также установкой светодиодной оптики. В салоне прописалась современная медиа-система, ради которой пришлось перекраивать центральную консоль. Вдобавок интерьерщики внедрили новые руль, селектор трансмиссии, панель приборов и мягкие на ощупь материалы отделки. Из набора двигателей прежней осталась только двухлитровая бензиновая турбо-четверка, для которой отныне доступен мягкогибридный довесок. Полноценный подзаряжаемый гибрид также имеется, но в России его не повезут. В Европе продажи начнутся зимой, у нас немного позже. Новый Fiat Cinquecento, то есть 500, в России, скорее всего, никогда не появится, ведь это чистый электромобиль. А вот в Европе новое поколение 500-го только что расширилось необычной версией, с дополнительной дверцей по правому борту. Крохотная калиточка открывается против хода, облегчая посадку на задний диван. Чтобы внедрить четвертую дверь, инженерам пришлось укоротить основную. Машина потяжелела на 30 килограммов, но заявленные 320 километров пробега по циклу WLTP достижимы и в этой конфигурации. Заодно Fiat разжился упрощенной версией. У нее скромнее мотор, проще аккумулятор, а запас хода – 180 километров. Зато цена снизилась более чем на 10 тысяч евро. И еще одна новость из мира электрической мобильности. Компания Tesla начала продажи обновленного седана Model 3. Внешне новинку легче всего опознать по черному декору кузова вместо хромированного. В салоне изменились материалы отделки и центральная консоль. Инженеры модернизировали электросистему, внедрив тепловой насос. Так что теперь дальность хода всех версий стала на 10-15% больше. А главное, Tesla упорно совершенствует свой многократно критикуемый автопилот. Очередной пакет обновлений стоит 10 тысяч долларов. И для ранее выпущенных машин его предложат установить по воздуху. В идеале, переложив управление на новую систему FSD, водитель сможет добираться от дома до работы и обратно, вообще не касаясь руля и педалей. В общем, здравствуй, будущее! Тем временем в Россию неожиданно засобиралась еще одна электрическая марка. Это IONIQ, тематическое подразделение Hyundai. Сейчас у корейского концерна есть серийная модель Hyundai IONIQ, но вскоре суббренд будет самостоятельным. И в Россию поедет еще непредставленный паркетник IONIQ 5, который должен стать серийным воплощением прошлогоднего концепта Hyundai 45. Глобальный дебют модели назначен на начало следующего года. А вот большой кроссовер Hyundai Palisade в России уже сертифицирован. Представленную два года назад модель в Корее и Америке приняли на ура. Теперь эти рынки насыщены, и Palisade готовится предстать перед россиянами. Выпуском флагмана займется калининградский автотор. Нам приготовлены варианты на 8 или 7 мест. В последнем случае во втором ряду будет стоять пара отдельных кресел вместо общего дивана. Набор агрегатов оказался ожидаемым. Это 200-сильный 4-цилиндровый турбодизель и атмосферный бензиновый V6. К обоим моторам прилагается 8-ступенчатый автомат. Привод заявлен и передний, и полный. Но в реальности мы, скорее всего, увидим только варианты 4х4. Без того скромная гамма марки Mazda стала еще компактнее. Так из российского ассортимента тихо исключено семейство Mazda 3. Что, впрочем, неудивительно, ведь по цене импортная малышка почти догнала старшую Mazda 6, которую собирают во Владивостоке. Последнюю партию трешек успели завести под занавес прошлого года. А затем российские власти повысили ставки утилизационного сбора. Так что сейчас модель стоила бы еще дороже. Ну а продавалась бы, соответственно, хуже. Осознав ошибку к выходу кроссовера CX-30, представительство японского бренда подошло более ответственно. К дилерам сразу придут машины российской сборки. Как стало известно телеканалу Автоплюс, продавцы получат первые партии этой модели до конца нынешнего года. Если верить сертификационным документам, к нам приедут только двухлитровые версии. Но коробку и привод можно будет выбрать по вкусу. Добавим, что Mazda CX-30 – это кроссовер, который занимает нишу между моделями CX-3 и CX-5. Внешне новый паркетник напоминает Mazda 3. И это объяснимо. От трешки ему достались не только платформа, но даже интерьер. Спустя месяц после премьеры новой Octavia российская Skoda опубликовала полные прайс-листы. Стартовая комплектация с турбомотором 1.4 успела подорожать на 11 тысяч рублей. Напомним, что предыдущая Octavia с этим же мотором стоила на 200 тысяч дешевле. Зато новинка оснащена богаче. За миллион четыреста тысяч вы получите четыре подушки безопасности, обычный кондиционер, восьмидюймовый тачскрин медиасистемы, светодиодную оптику, подогрев передних сидений, кнопку запуска двигателя и электропривод стояночного тормоза. Всего уровней оснащения будет три. И традиционно Skoda предлагает расширять их отдельными опциями, вроде автоматического парковщика, адаптивного круиз-контроля и матричных фар. Если размахнуться, цена лифтбэка перемахнет далеко за 2 миллиона рублей. Реальные продажи начнутся лишь 15 ноября, а другие двигатели, включая атмосферник 1.6, вообще появятся не раньше января следующего года. Два года назад Горьковский автозавод показал во Франкфурте «Газель Некст» с двухлитровым турбодизелем «Фольксваген» и шестиступенчатой механической коробкой собственной газовской конструкции. Машину успели сертифицировать, однако из-за угрозы американских санкций против газа проект был заморожен. И только теперь к дилерам отправились «Нексты» с немецким мотором. До сих пор «Газели» оснащались турбодизельными четверками серии АСФ. Это разработка американского каменца, но собранная на китайском заводе «Хуадун». Новый двигатель поступает прямо из Германии. Он менее мощный, зато более тяговитый, поэтому потребовалась более выносливая коробка передач. Газовская шестиступка выдерживает 450 ньютон-метров крутящего момента, а в корпусе предусмотрен лючок для подключения коробки отбора мощности. Известно, что новый агрегат сделал «Газель» примерно на 5% экономичнее и даже немного дешевле. Но пока такие экземпляры отгружают лишь одному дилеру марки «Газ». Между тем, сам «Фольксваген» начал производство и отгрузки новейшего «Кэдди». Первыми проверить удобство свежего каблучка смогут автомобилисты Германии, Австрии и Польши. А дальше запланированы гастроли по другим частям Европы. Напомним, что самый новый «Кэдди» запоздало переехал на платформу MQB. Главным следствием этого переезда оказался отказ от рессорной задней подвески. Теперь сзади стоят пружины. Кроме того, каблучок получил новую электронику и свежие агрегаты. Двухлитровые дизели стали экологичнее, а гамма бензиновых движков ужалась до единственной полуторалитровой турбо-четверки. Коробки передач – шестиступенчатая механика или семиступенчатый преселектив. Для самых мощных вариантов заявлен полный привод. Также Volkswagen уверяет, что новинка обрела 19 новых или улучшенных систем помощи водителю. А общий посыл – «Кэдди» сделался экономичнее, вместительнее, безопаснее и комфортнее. А напоследок – об электронике для пешеходов. Мэрия Москвы потратит 155 миллионов рублей на систему мониторинга пассажиропотока. Для этого на остановках общественного транспорта смонтируют 220 комплексов, которые смогут собирать МАК-адреса мобильных телефонов и планшетов, если на них включен Wi-Fi или Bluetooth. По замыслу, новые данные о перемещениях пассажиров помогут улучшить общественный транспорт. Помимо этого, столичный Диптранс работает над возможностью оплаты поездки одним чеком. Например, человек проехал на метро, затем на каршеринге, а в приложении заплатил общую стоимость. Карта-тройка сможет работать и в других городах России, но перед этим станет персонифицированной. То есть, в случае утери владелец может восстановить баланс, а история поездок сохранится в личном кабинете. Впрочем, уже весной пройти через турникет и метро можно будет вообще без каких-либо карточек и смартфонов. На каждой станции установят по одному проходу, оборудованному системой распознавания лиц. Забавно, что эта новость появилась на фоне протестов в соседней Белоруссии, где камеры помогли опознать участников несанкционированных митингов. А разработчик систем в Минске и Москве один и тот же. Это белорусская компания Cinesis, которая так описывает свою облачную платформу Kipot. Это Google для видеонаблюдения, который находит любую информацию в больших массивах видео, людей, транспортные средства, тип поведения, заданные звуки, мгновенно доставляя результаты поиска на любые устройства. Возможности системы описаны прямо. Загрузите фотографию и мгновенно узнайте, где и когда человек был замечен. Более 6000 видеокамер под управлением системы Kipot уже несколько лет работают в московском метрополитене. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ